Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас лекция посвящена категориям сферы сущности. Я бы, если говорить о том, какой категории сложности эта тема, я бы поставил самый высокий уровень. Нет ничего более сложного, чем учение о сущности, а на это время у нас, на эту лекцию уйдет всего один час. Поэтому я нахожусь тоже перед очень, почти как Степан Степанович, перед очень сложной задачей, как в какое время изложить такую тему. Вот поэтому я и так читал, и эдак читал, и так обдумывал. И так, ну вот я постараюсь ее все-таки изложить, поскольку сколько раз я это читал и подготовился, я уже боюсь сказать, но я не хочу сказать, что тут все, так сказать, так прозрачно и ясно. Когда разберешься, то видно, что изложено все очень правильно, глубоко, но для нас непривычно. Почему? Это все тут перевернутое. До этого мы занимались чем? Вот во всех лекциях, которые я читал, и, соответственно, семинарах, которые проводились по этим лекциям. Речь шла о чем? О бытии. А тут пойдет о чем речь? О сущности. О сущности отрицания бытия. Но это вот все равно, что сейчас вот и я бы кверх ногами стоял, и вы бы кверх ногами как-нибудь висели и слушали. Потому что все тут отрицательное. Все здесь отрицание. Если появляется какое-нибудь бытие, вдруг зайдет где-то тут, окажется при этом рассмотрение, при изучении и при изложении, при повторе, при вопросе, то первое, что нужно сделать, это увидеть, что мы ушли из сферы сущности куда? Обратно в сферу бытия. Это называется возвращение в сферу на вечное бытие. А что касается сущности, этим вообще мало кто занимался. Мало кто занимался, мало кто это понимает. Тем более распространено такое представление, что вот трудна сама по себе диалектика. Она сама по себе не так трудна. Трудна, так сказать, наша жизнь, и трудно постичь истину. Поэтому, если диалектика идет за истиной, они упрощают то, что есть, так? Не ликвидируют, так сказать, противоречия, которые остаются, никуда не деваются. Не смягчает то, что заострено. Вот тогда, вот если этого не делать, то тогда мы получаем истинное понимание. Но это истинное понимание дается с трудом. С трудом, потому что это для нас сугубо непривычно. Вот мы тут с вами могли. Качество, количество, мера. Ну это же, так сказать, с одной стороны, это вроде бы строго научно изложено у Гегеля. Но уже когда до меры дошли, то там уже и не видно, где тут качество, где тут количество. Они как-то сочетаются. И вдруг странным образом появляется узловая линия отношений мира, да? Узловая линия. А что это за узловая линия? Ну вот примерно, когда воду нагревают. Сначала лед. Лед нагревает, нагревает. Потом... Это же вода? Вода. В какой, так сказать, форме льда? Вот. Потом вдруг раз, появляется скачок. И в этом скачке происходит превращение вдруг воды твердой в воду жидкую. Потом продолжаем нагревать. Нагреваем, 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 нагреваем. Вы не заметили, что вот чайники, которые стоят вот такого типа как здесь, они вот так стоят молча, а когда нальешь воду и включишь электричество, они потом начинают шуметь. Кто шумит? Пузырьки. Что она вдруг шумит? Вода. Что это? Вода почему шумит? Беспорядка. А? Пар. А что пар? В воде, в переход. И что? Ну и что? От того, что там, ну вот была вода и стал шарик пар. А шум-то от чего? В флоте шарик. А? Вот. Правильно. А дело в том, что вы видели там нагревание снизу, поднимается наверх, а наверх еще холодная вода. И получается что? Вот две стороны. Аплодисменты. И вот эти самые пузыри в чайнике в этом дают аплодисменты. И получается, когда уже все аплодируют. Идет переход уже просто воды в пар. Систематический уже. Тогда на этом, так сказать, выключается автоматически этот самый чай. Можно пить чай. И опять тишина, хорошо. Никто не аплодирует. Но это все сфера бытия. Это все сфера бытия, а не сущности. А что такое сущность? Общее определение сущности как отрицание бытия. Если это не отрицание бытия, то это не сущность. Ну, я хотел про вас сказать, лучше про себя скажу. А то, если кто-то может обидеться и подать в суд. Вот с виду я выгляжу, как порядочный человек. Чего я сказал? Вопрос о сущности не раскрыт. Может быть, это, так сказать, то, что выглядит, называется видимость. Видимость соответствует сущности или не соответствует? А сущность что? Если бы она была на поверхности, это было бы бытие. Просто порядочный человек. Причем тут видимость, невидимость. Вот есть порядочный человек. Мне тут надо куда-то копаться, вот тут разбирать, а что он делал, какие поступки совершал, а что соответствует, так сказать, понятие порядочное или не соответствует. Короче говоря, это целое досье сочинять надо, чтобы определить, что же получается. Так что это непростая задача, когда речь идет об отрицании. Ну, а дальше мы начинаем нагревать. Вот мы нагреваем, нагреваем воду, и дальше она превращается в пар. Да? Пар начинаем нагревать. Что дальше будет? Плазма. А? Плазма, да? Плазма, это значит, уже не распадается, не вода превращается в пар, а пар, молекулы пара, разлагаются и на отдельные атомы, отдельно водорода, отдельно кислорода. И вот этой... Есть аппаратура у нас там на Балтийском заводе и на всех кораблестроительных предприятиях крупных, которые вот эту плазменную резку осуществляют, вот этой плазмой и режут. А так вы попробуйте, вы разрежьте вот такой толщины сталь, или такой, для ледоколов, если ледоколы уже строятся. То есть для нас это уже не так привычно, хотя здесь, но это еще все сфера бытия. Вот. Но эта сфера бытия, вот это вот появление этих скачков уже загадочным является. Правильно? Почему? Потому что вот где, откуда вот 100 градусов, откуда... Трудно сказать. Но пока это мы как факт воспринимаем. Или переход сколько надо тысячи градусов, чтобы перешла эта плазма. И так далее. Это опытным путем. Но это, так сказать, выступает как чудо, но чудо прирученное, потому что это все бытие. А мы с вами собрались сегодня говорить о чем? О сущности. О сущности что с собой? Краткое определение сущности какое? Отрицание бытия. Отрицание бытия. Совершенно верно. Вот отрицание бытия мы и рассматриваем. А раз отрицание бытия, да, значит, все наши эти приемчики, все наши примерчики, которые мы делали, они не имеют к этому никакого отношения. Никакого. Потому что это совсем не сущность, а бытие. Вот. Поэтому это заставляет нас вспомнить то, о чем вот уже и на кружке мы говорили, и на других занятиях. О том, чтобы мы материалистически истолковывали диалексику Гегеля. А что значит материалистически? Значит, надо в этом видеть не выкрутаться Гегеля, и не выкрутаться философии, а отражение той сложности, которая в мире есть, в бытии. Есть эта сложность, есть вот эти вот вещи, но поскольку мы ими не занимаемся, они остаются у нас, ну, не раскрытыми для нас. То есть, как бы, никто против этого не выступает, но никто это особенно и не излагает. А почему не излагает? Потому что он заучил, что есть три закона диалексики. Перехода количества в качество, да, отрицание, отрицание, еще третий. И, так сказать, на этом мы его достали. Единственная борьба противоположности. Что значит он понимает законы? Ты что, принимал их какой-нибудь? Верховный совет материи не принимал? Что значит законы? Это спокойное въявление по определению, которое дает Георгий. Вот есть такие. Это спокойное въявление выражается в виде вот таких очень важных моментов в движении. В движении чего? Материи. Мы с вами тут уже в течение длительного времени поставили перед собой задачу, ту, которую и Ленин ставил, которую решали и Маркс, и Энкельс, задачу материалистического истолкования диалектики Гегеля. И выяснили, что, во-первых, во-первых, там истолковывать в первом томе и нечего материалистически, потому что там ничего идеалистического и нет. Первый том. Вот этот вот том, который я держу здесь в руках. Это какой? Так какая логика? Объективная. А что значит объективная логика? Ну это не то, что там кто-то придумал, а то, что есть на самом деле. Так это какое? Какая логика? Материалистическая вполне. Потому что что такое материя? Ну вот Энкельс писал, что действительно единство мира в его материальности, в антидюринге. То есть то единое, что есть, это материя. Ну, значит, вот это все, это все книги материалистические. А когда мы доходим до вот второй книги, это будет второй том, вернее, а книга третья. Ну там другое дело. Там речь идет уже о понятиях. Но прежде чем там пошло о понятиях, там сначала идет механизм. Это к материи относится или к сознанию, к механизму? У кого в голове механизм? Здесь вот на часах точно механизм. Не заведу. Завтра я уже знать времени не буду. А тут что? Тоже механизм? У кого там шурупчики, винтики, как они? Или когда мы проверяем, оценки ставим, мы смотрим, как у кого эти шурупчики в голове и винтики работают. Да? Так? Не так? Поэтому, когда мы берем вот эту сферу. Ясное дело, что начинает там Гегель опять восхождение. Чисто материалистическое. Механизм, ахимизм. Когда берутся два разных материала, которые имеют разные молекулы, потом эти молекулы по-другому распадаются и соединяются в новые молекулы. И получается совсем с другими свойствами вещество. Вот, например. Вы натрий будете держать в руке? Ну, сколько я знаю, он уже обращается. Я его в карман положил, когда был школьником, и потом меня увезли в военно-министринскую академию. Я месяц потом залезивал это дело. Ну, пересадки кожи не делали. А хлор? Хлор. Хлор. Если у вас сейчас сюда хлор напустить, что будет с участниками этой лекции? Это будет последняя встреча наша с вами. Независимо от того, кто почитал лекцию, кто и слушал. Ну, если хлор напустить. Вот эти, так сказать, страшные такие вещи. Натрий и хлор. Соединить. И что будет? Формула какая вы свой? Натрий и хлор. Дайте нам натрий с хлором, а то что-то картошечка не так вкусно идет. И огурчики посолить. Соленые огурчики. Огурчики потедили в натрий и хлоре. По этому поводу есть даже и такой анекдот, как вечером в одной из организаций привезли несколько канистров со спиртом. Знаете формулу спирта? Что, не знаете? Значит, как мы тогда будем с вами изучать? Диалектику. С2H, 5H. Там что-то такое? С – это уголь. H – водород. OH. OH – это всегда, когда какой-нибудь щелочь какая-нибудь идет. Это кислород с водородом. Вот это все вместе взятое. Ну, если еще разбавить, 60% воды будет водка. Как известно. А 40% – это потому что это золотовое сечение. Вот в одну организацию привезли и вот забеспокоились. Руководители. Вечером придут рабочие и выпьют это дело. А там написано С2H, 5H. Ну, один придумал быстро постирать, оставить OH. И тогда они увидят, что OH. И не будут пить. Утром приходят. Все лежат тут в обалке. Вот почему. Спрашивают так, как вы выпили? Вы не видели, что написано? Видели. Мы пришли, смотрим, написано ОН. Попробовали? ОН. Мы тогда взяли и выпили это все. Химизм. То есть, химизм. То есть, химизм, вот он… Это же материя. Материя, так сказать, химические объекты. Соединения разных атомов. Появляются новые свойства и появляются молекулы химизма. Организм есть там в науке логики? В томе. Есть. Организм. И, наконец, там есть и человек. Другое дело, что вот там еще нету белков. Просто к тому времени их не открыли, не знали, что такое способ, что жизнь, способ существования белковых тел, что Энгельс уже написал. Ну, а все остальное, даже там есть плуг, который почтеннее, чем те зерна, которые с помощью этого плуга добываются. Поэтому там, в общем-то, в целом-то материалистически, но тут вдруг посредине этого всего материала, по которому рассказывается, как материя развивается, как общественная материя, стоит понятие, стоят умозаключения, суждения, и ясно, что это надо сначала закончить с человеком, потом взять общественного человека, и потом взять вот эти понятия, а потом уже телеология, то есть цели, средства и их реализация. То есть там поправки надо делать. То есть так просто, там не получается чистого материализма и чистого идеализма, там нету. Там, ну, больше, конечно, там материализма, меньше идеализма, но там они еще перемешаны. А вот в этих автоматах, ничего тут не такого. Поэтому мы должны подходить вот к этому материалу, к материалу, к вопросу о сущности, сугубо материалистических позиций, потому что ничего идеалистического и у реализма. Ну и как к этому подходить? Ну вот вы, прежде чем взяться за сущность, сначала изучали что? Бытие. То есть материю. Правильно? Потому что поскольку материя и есть, то единое, что есть. Вот изучали материю. И вот мы дошли до сущности. До сущности. До сущности. А сущность чем отличается от бытия? Она его отрицание. Так она его отрицание бытия в сущности, или она его, а то есть как бытия, или она куда-то отрицание этого бытия в смысле сознания? Нет, конечно. Отрицание какое имеется в виду? Какое есть в объективном мире. Правильно? То есть одно дело и поверхность бытия, а другое дело и отрицание этого бытия. То есть надо покопаться. Найти в этом самом бытии что-то глубинное. Скажем, обучение о бытии закона есть? Закон видели там в первой книге? Видели? Закон есть спокойное явление, слышали такое? Учение о сущности. Учение о сущности. Да. Закон есть спокойное явление. Поэтому если… Ну это уже где? В сфере сущности. А в бытие там вообще всё бытие. Так вот, когда мы рассматриваем материю вполне по-материалистически, то есть рассматриваем сферу бытия, то мы сталкиваемся с какими? Тремя категориями. Качество, количество и мера. А мера как единство, качество и количество. Но уже довольно загадочное, потому что вдруг вот эти вот самые узловые моменты, переход из одного состояния в другое, как вот агрегатное состояние в химии, они так вот довольно внезапно появляются. Но они существуют объективно, а не по воле какого-то человека. Правильно? Агрегатное состояние разное бывает. Одно дело касается воды, а другое дело касается общественных событий. Вот был первый опыт на общинный коммунизм. Одно состояние, потом идёт развитие производительных сил. Новых средств производства, орудий производства, умение человека производить. И тогда вдруг человек один может уже провести столько средств существования, что могут просуществовать за счёт его труда несколько человек. Значит, что может уже быть? Значит, этих самых врагов, которых вы победили, зачем их убивать? Поступить благородно, их не убивать, дать им жить возможности. Пусть они добывают себе и нам еду. Раз они могут и на вторых уже добывать, правильно? Хорошо же, им хорошо и нам хорошо. Кому не нравится, того мы можем сразу. Застрелить не можем, а заколоть можем без проблем. И так появилось что? Робовладение. Робовладение. Ну а, как известно, все знают команду Спартака. Она же в честь кого? В честь вождя вооружённого восстания рабов. Да? И вот, так сказать, несмотря на это восстание, восстание было подавлено, рабовладение довольно долго существовало и обеспечило обществу развитие за счёт того, что работали рабы, а рабовладельцы и те, кого они брали под свою защиту, там, учёные, поэты, писали прекрасные книги, были, так сказать, художники, да? Вот, расцвет науки и техники. Только техника расцветала, расцветала, но её рабы не использовали. А почему? А потому что это орудие их угнетения. И поэтому не получалось с использованием техники. А техника уже была. И что тогда? А тогда начали граждане рабовладельцы думать о том, как сделать так, чтобы эти рабы этой техникой пользовались. Да это надо их заинтересовать. А как заинтересовать? Ну дать им клочок земли. Половину времени пусть работают на рабовладельца, а половину на себя. И что получится? Получится крепостничество, феодализм. И поэтому феодализм – большое облегчение. Людей уже не убивают. Только бить можно. Вчерашний день, в часу шестом, зашёл я на сенную, говорит Некрасов. Там били женщину кнутом. Крестьянку молодую. Это, так сказать, воспитание определенное. Она не выполняла что-то. Это услуги были и так, вернее, барин сам, что будет бить женщину, да ни за что. И для этого услуга вот на сенную пойти и там… Сейчас услуги не используют. Не используют. Какой идёт стройку? Феодализм. Скачок. Значит, первый скачок – переход к такому строю, когда есть эксплуатация. Второй скачок – переход уже в рамках этого строя от рабовладения к феодализму. От феодализма мы знаем. Какой скачок идёт? Капитализму. Почему? Почему к капитализму? Потому что производительные силы развивались ещё больше. Когда человека совсем освободили, он думал, что он свободен. Оказалось, он привязан к зарплате. Если нет зарплаты – нет человека. И никто его не убивает, не уничтожает. Есть ещё армия безработных, которые держат на уровне зарплаты. И вот, пожалуйста, вам скачки. Это скачки где? В бытии или в сущности? Это всё в бытии. Поэтому считайте, что я ещё не добрался до скачков в сфере сущности. А сущность состоит в отрицании бытия. Поэтому надо к этому отрицанию перейти. Сущность первоначально берётся как отрицание бытия. И первое рассмотрение, которое делается этой сущности – это берётся как рефлексия. Когда она светится внутри себя сама. Почему как рефлексия? Потому что вы же не можете её взять как бытие. Вы должны взять её как отрицание. Но она сразу же, как отрицание, она превращается сама в бытие. У вас нет такого отрицания, которое было бы без бытия. Правильно? Всё отрицание какое может быть, только там, где есть бытие. Так вот, бытие-то есть, но кроме бытия есть сущность. И она просвечивает, светится. Вот и написано на странице 350 в этой книге, которую я держу у себя на столе. Сущность, во-первых, сначала светится внутри себя самой. Или, иначе говоря, рефлексия. А что значит рефлексия? Отражение. Всё через отражение. Раз в сущности, это нельзя про него сказать, оно есть. Оно есть отрицание того, что является отрицательным. Вот как про вас сказать, что вы хороший человек, или сказать, что вы неплохой? Что вы предпочли бы? Хороший человек – это положительное утверждение, относящееся к сфере бытия. А не плохой, а вы, значит, неплохой. То есть надо пойти, поискать, сейчас вот пойти, поискать, найти плохого человека, провести и сказать, вот он не такой. Ну, по-моему, это первое лучше как-то. Но тем не менее, вот что такое рефлексия. Это рефлексия, отражение. Вот такой у вас вид серьёзный, видно, что умный человек. Вы как хотите, чтобы вас назвали, умный или не глупый? Не дурак. Не дурак. Вот не дурак – это надо, это сложно. Это надо искать сейчас дураков, а по поводу определить. Кажется, все умные, никого нет. А он, может, дурак. А как я его найду? Это мне не решить такую задачу. Вы сделали неразрешимую эту проблему. Лучше давайте я буду считать, что вы умные и не будем заморачиваться. Так вот, сущность, она светится внутри себя собой. То есть, мы устремили свой взор познавательный на материю и увидели то, что в ней светится, просвечивает. То есть, отрицательное просвечивает через положитель. То есть, если оно не просвечивает, мы ничего не увидим. А как мы тогда это увидим? Никак не увидим. Говорят, вот человек с виду такой неказистый, а сердце доброе. А вы видели сердце у него? Надо же операцию делать, чтобы увидеть сердце, чтобы оно доброе, недоброе. Или там, как по ступу определить, как оно? По числу ударов, как определять это? Или по свету, как сердце реагирует на те или иные процессы? То есть, речь идет о том, что мы хотим проникнуть в сферу сущности. Дело не в том, что мы хотим. А если мы не хотим, все равно есть то, что светится, то, что имеет место и не является бытием. Поэтому весь разговор о том, это бытие или небытие, который ведется в сфере бытия, надо оставить пока в стороне и говорить только о том, что является бытием, а что отрицается сущностью. То, что является отрицанием этого бытия и является поэтому сущностью. Неплохой человек. Это что? Это как надо? Надо поймать плохого человека, потом этого человека и сказать, видите, вот он не такой, как вот этот. То есть, это что? Чистое отражение. Ну, как бы в зеркало показывают, говорят, вот это совсем не то. То есть, рефлексия. Рефлексия – это иностранное слово. А что такое рефлектор? Отражатель. Ну, который вы покупаете в магазине, если у вас холодно, вы можете купить рефлектор, и он будет вам светить. Только не надо бумагу туда близко подносить. И он будет вам нагревать воздух. Правильно? Рефлектор, он что делает? Он отражает тепло, а он не нагревает. Рефлектор этим не занимается. Вот нагревает там спираль. Спираль, она греет просто, и все, как бытие. Горячая спираль. Но если у вас будет горячая спираль, и не будет вот это вот зеркальных отражателей, которые и дают имя рефлектор, потому что она рефлексирует, отражает, не будет у вас тепло. Ну и что у вас там какая-то спиралька где-то горит в углу? И что? Ничего. А тут вы поставили, и прямо на вас идет теплый воздух. Красота. Чем вы пользуетесь? Учением о сущности. У меня рефлексивное, так сказать, оборудование. Отражатели. Рефлексия. И вот разбирается в учении о сущности сначала рефлексия. И вот она разбирается с этой точки зрения, уясняется, что она и снятое бытие, и что бытие, что она и может светиться через бытие, и просвечивать через бытие. То есть мы уже докапываемся до сущности. Но сама еще она, так сказать, такая рефлективная. Еще в руки мы сущность не получили, да мы никогда и не получим, потому что такая вещь сущность, что она не дана непосредственно. А что значит непосредственно? А что такое посредственно? Значит, что-то должно быть через что бык на нее доходит. И вот это во-первых. Вот то, что во-первых, это сначала сущность как рефлексия в себе самой. Тут разбирается существенное, несущественное. И вот эта вся рефлексия, это вот первая часть. Вторая часть, то есть прямо вот возьмите страницу 350, там прямо римские цифры. Рефлексия. Сущность, во-первых, сначала светится внутри себя самой или, иначе говоря, есть рефлексия. Во-вторых, она является. Является. В-третьих, она открывается. Она является, но вам не открыто. Правильно? Важно же открыто. Почему человек сделал открытие? То есть это всегда было. Только никто не знал этого. А человек взял и открыл этот закон. А он был и до него, и до этого человека. Он открыл для кого? Для человечества. То есть, во-вторых, она является сущностью. А что значит является? То есть она выступает как бытие. Но выступает из чего? Сущность выступает уже со своим собственным отрицанием. Что такое явление? Явление Христа народа. Бог он непосредственно дан? Ну, я имею в виду по смыслу того, что написано в Библии. Он непосредственно или он? Через Духа. Так вот, он может явиться и как человек, да? Это будет. Потому что он может как Иисус Христос явиться. Потому что есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. А не так просто вот прямо. Так просто идите в церковь и увидите там Папа. А он и не Бог, и не Бог Сын, и не Бог Отец. И связь у него неопределенная. Деньги он получает за счет этих мирян, которые издают. И которые свечи покупает. У меня, например, воспоминания детства, когда мы в селе Староклимской, Первомайского района Тамбовской области, где я родился, были церкви, там большая такая церковь. И вот там покупают эти свечки. Покупают, покупают. И кладут их, потому что они долго дарят. И кладут их около икон. Потом смотрю из той кассы, в которой продавали. Выходит тетя, идет к этим, уже к иконам, и прямо вот эти груды этих свечек забирает и идет туда снова продавать. Вот это рефлективное движение. Рефлексия, отражение. Ну что они там будут лежать? Правильно понимаете, что если это свечки, они должны кому-то приносить добро. Все равно их сейчас не зажжешь. А вот тем, кто сидит в этой кассе, добро налицо. Сейчас раз и еще раз их продадут. Потом третий раз, четвертый раз. Красота! Ну вот скажет Бог, к этому нет никакого отношения. Почему? Потому что он непосредственно не там, а он только является, если он есть. Но поскольку мы материалисты, мы в данном случае о Боге вообще ничего не говорим. Это, так сказать, только был пример, удаляющий нас в сторону, уводящий. А на самом деле сущность, если она есть, так она тогда является. Правильно? Но она есть-то как отрицание, то есть вы как отрицание бытия. То есть вы просто непосредственно сущность, вы ее не можете увидеть. Но она может непосредственно вот как простую в себе сущую сущность, может как-то и определиться со всем. А вот если вы хотите уже, когда говорите о явлении, так она раз и явилась. Непосредственно. Явилась сущность. А чтобы явиться непосредственно, она должна в себе себя отрицать. Вот если я человек плохой и буду сам себя в себе отрицать, то что будет? Вроде хороший. Но я отрицать буду, я хороший буду сам в себе. Это самовоспитание, что ли, называется? Это рефлексия. Правильно? То есть то, что является одним в сущности, оно в явлении другим уже выступает. То есть можно и хорошим стать, да? Можно, да. Можно. Так. Она является, но является, сегодня является, завтра она скрылась опять. То есть нет, устойчивости никакой тут не гарантированно. Если ваше, так сказать, проявление положительное является отрицанием чего-то отрицательного, что в вас есть, то это не надёжно. А вот надёжно, когда открывается, которое как сущность едина со своим явлением, это уже будет называться действительностью, а не явлением. Это третье. Вот всё это очень кратко на одной страничке, даже в одном практически абзаце, на странице 350, и рассказано, что сущность, во-первых, сначала светится внутри себя самой. Она-то светится, а этот свет, так сказать, до вас доходит, как будто через поверхность. И вы даже чувствуете, как какой-то свет оттуда идёт, но не больше того. Или, иначе говоря, рефлексия, отражение, всё это в отражении. Во-вторых, она является, то есть сразу и явилась сущность. Но чтобы ей явиться, она должна отрицать само её себя, явление. Поэтому, когда вы берёте уже явление, то явление, категория явления двухэтажная. А двухэтажная какая? Какой первый этаж? Ну, это закон явления. Вот то, что является постоянным в явлении, да? Неизменным в явлении, это закон. То есть, вот у вас, скажем, бурный океан, идёт течение, гольфстрим. Наверху никакого течения нет. Нет, то есть вот. Вот это, а явление какое? Явление противоположное этой сущности. Оно не является там. А вот там, где вдруг есть всё-таки течение, таких места можно найти в море, где это вот движение подводное, оно проявляется и как поверхностное в том числе. Вот это уже явление. А иначе явления никакого нет. Она есть, и всё. Где-то там. Явление. А вот если речь идёт не просто о явлении, а сущность едина со своим явлением, прям так и выступает. Вот хороший человек, он хороший человек во всём. Правильно? Говорят, это не просто он хороший, это с виду. Он не просто с виду. Если он явление, то это выражение его сущности. А таких людей, которые прикидываются хорошими людьми, оденут галстучек, костюмчик, садятся за стол, берут микрофон, и вот они всё, всё есть. Всё есть, да. Это явление или не явление? Это надо разбираться. В вопросах сущности надо разбираться. Потому что если это явление, если такова действительно сущность, это да. Вот он и является. А если не такова сущность, это маскарад. Правильно, плохие артисты не могут играть хороших людей? Или злобные артисты добрых людей не могут играть? Могут. А добрые люди могут играть злых людей? Могут. Тоже могут. Это тоже явление, да. Вот он такой добрый, такой хороший, что он знает, что такое злость. Знает, что такое зло. Поэтому он так хорошо играет. Потому что вот ему это зло надоело, так он играет, чтобы его разоблачить. Правильно, да? И является. Поэтому вот я все время искал такая задача, которая передо мной стояла, как перед лектором, очень сложная. Вы хотите, чтобы я вам самое сложное во всей философии изложил за час. За пятьдесят минут. На минуту у нас что-то идет. Так это же очень сложно. Ну вот я искал. Где вот самое понятное? Вот здесь все написано. Там только это раскрывается. Дальше только подробности будете читать. видимость отдельная, существенная, несущественная. И поехали. И там вы это будете излагать. И там это все расписано в учении о сущности. Но надо не потерять основную нить, что это вот отрицательное, которое сначала берется как положительное, когда речь идет... А как оно? Оно целиком и не выходит на поверхность. Оно так просвечивает. Светится внутри. Написано. Внутри себя самой. Бывает, про людей говорят, что вот настолько добрый, что у него прямо вот в глазах и на лице отражается его до борта. Хотя бывает и наоборот. С виду добрый раз и убил человека. Особенно все эти вот люди, которые втираются в доверие, все эти шарлатаны, жулики, проходимцы, их сейчас полно. Сейчас полно. Не знаешь, куда от них деться. Начинаешь уже о себя подозревать. Во всякий случай. Черт возьмет. Как жизнь была? Все же меняется. Раз мы признаем, что все меняется, он был, был, был человек хороший, а потом что-то его куда-то понесло. Вот мы такие примеры имеем, правильно? Что вроде бы человек все нормально, действовал, все хорошо, а потом совсем его, так сказать, разносит и уходит он не туда. Вот. Вот. Получается. А? Да, просто не обращали. Да, не обращали. Ну, бывает. Нет, а почему вы не допускаете, что он переходит из категории вот третьей, когда сущность, которая едина со своим явлением. У него единство с явлением нарушается, а нарушается за счет того, что у него сущность изменилась. Все же течет, все изменяется. Сущность может измениться? Ну, был человек добрый, стал злой. Почему? Совсем, совсем злой такой друг. У нас сколько раз вот были с коллегами вот так. Приходится освобождаться от таких, потому что они начинают набрасываться, как дикие звери на одного, на второго, на третьего. Неустойчивые люди. А? Неустойчивые люди. Ну, чтобы неустойчивые, это еще, они пусть сами падают, а они накидываются на других. Тогда те, на которых они накидываются, те неустойчивые. Тогда надо быть очень устойчивым. Твердо держаться, иметь организацию с позициями, которые не просто светятся внутри, но и чтобы она выступала как на личное бытие, и чтобы она была едина со своим явлением. Вот что важно. Важно, чтобы человек был добрый и по душе, и по поступкам. А если он только по душе добрый, а по поступкам все злые, это ставит под вопрос утверждение о том, что он добрый. Что он добрый? В чем доброта? Все только портит и на всех нападает. Ну, что это такое? То есть я хочу сказать, что мы с вами не только сложный вопрос сегодня разберем, а сказочно интересный и сказочно важный, потому что нигде больше вы это не услышите. Я хотел сказать, не прочтете, но это не так, прочитать вы можете. Но судя по тому, как у нас сколько людей читают, сколько не читают, до этого не доходят. Хочу вам сказать по-честному, что я вот эти полторы недели только и сидел и читал вот это вот учение о сущности, чтобы это рассказать так, чтобы было понятно. Почему? А потому что это непривычно, и все не так. Вроде как, когда мы говорили, что если я вам дам натрий и хлор, то вы точно умрете. А натрий и хлор вместе, если я дам, то все будет хорошо. Вы посолите и с огурчиком похрустите. Так что это разные вещи. Вот. А что касается подробностей, а подробности вот тут описаны. Вот первый отдел – сущность, как рефлексия в себе самой. Там все разбирается. Видимость, существенные и несущественные. Подробно рассматривают Гегель. Вот что от него еще три? Вот видимость разбирает. Я тут почти все понимаю. Рефлексия. Рефлексия – это что? Да вот этот отражатель, о котором мы с вами говорили. Говорят, рефлексируй, когда я думаю. Туда-сюда. Мысль мечется у меня в голове. Туда-сюда. Туда-сюда. И так ни к чему не могу прийти. То есть от одной стенки к другой. Наверное, в голове две стенки, и между ними мечется мысль. И никак она не выйдет наружу. А наружу она должна выйти, поступить на личное бытие. То есть по ее существованию и явлению. А если она существует, и не выходит? Ну это мысль в туне. Может она у вас когда-нибудь и появится, но пока нету. И наконец, когда она едина со своим явлением. Вот это действительно. Вот действительно порядочный человек. Он не тогда порядочный, когда он изо всех сил старается быть порядочным. И не тогда, когда он со всех сторон его окружили. Пусть он сделает непорядочный поступок. Тут ее сразу и прибьют. Поэтому порядочный человек, как сущность, которая едина со своим явлением. Тут есть, которая не едина со своим явлением. Поднимите руки. Видите, все он изображает из себя порядочным. Я тоже не буду. А если он специально себя окружил там? А, так и бывает. Так и бывает. Специально ее окружают. Да, он играет, царь играет в свое окружение. Кто управляет? Царь или эти люди, которые… А если что, раз, этого царя придушились. Что не могли дворяне придушить царей? Что, не душили? Царь, батюшка, раз, и до свидания этого батюшка. И прикончили. Это потом уже стали там его убивать какие-то отдельные элементы, которые, так сказать, цареубийцы. Ну, а если это сами феодалы с княжескими титулами, то есть почти царскими убивали, все нормально было. Ну, другого заменили. А тот, кто был сыном, царя только обрадовался. Да. А почему? А потому, что он теперь стал царем. А так не ясно, кто он был. Черт его знает. Убьют, чтобы он не попал на эту должность. А вот тут раз и стал царем. И что ему теперь воевать с теми, кто вот совершили убийство отца? Ну, отец все равно был умер. А так он стал царем. То есть, в принципе, вот здесь, что бы я вам посоветовал? Почитали, потом отдохнули. Хочешь день, хочешь два, хочешь месяц. Потом снова почитали. Еще раз. Потом снова почитали. Фотографией сейчас вот не занимаются. Я вот в свое время занимался фотографией, когда был мальчишкой, когда были проявители и закрепители. И вот вы берете ту самую, уже, так сказать, такой оттиск сделали на бумаге, и ее проявители. Смотришь? А, сначала пленку проявляешь. Там же ничего не видно. И вот там вдруг все становится уже понятным. Проявитель. И в темной комнате с синей лампой. А потом на печать. А? С красной лампой. Правильно. У кого какая есть. И вот, смотришь, мало еще. Еще надо туда окунуть. И пока вы не... А если вы не закрепили, то у вас это, то, что вы получили, это пропадет. То есть оно вот с одной стороны было, это явление было. Только не Христа народу, а явление вот этой фотографии. А потом раз, и нету этого изображения. А почему? А потому что закрепитель-то забыли опустить. Или после проявителя не промыли. Надо промыть. А после закрепителя тоже промыть. И когда вот после закрепителя промыли, вот теперь сушите. Вот теперь никуда это не денется. То есть то, что... Тут, видите, какое хорошие слова. Явление, проявитель. Оно уже не проявлялось. На пленке что-то там непонятно, черненькое. Так раз. Сначала, так сказать, аппаратом на... Направили лучи на бумагу. На фотобумагу. А что получилось? Неизвестно. Тогда мы проявители эту фотобумагу. Смотрим, вдруг лицо появилось. Потом рука-нога. Все в порядке. Вот. Дальше. Закрепитель. И все это. Поэтому и сущность, тогда она едина со своим явлением. Как написано пункт речи. Римский. То есть, я чувствую, Егель тут так старался над этим. Он и так сформулирует. И как подход, и как отход, и какие номера. И как назвать. И еще каждый раз специально выделяет. У нас мало кто этим пользуется. Из тех, кто пишет какие-то заметки, статьи. Все. Одним наберут одним шрифтом. И даже ленятся красные строки поставить. Вот недавно из Москвы у меня хороший человек, девушка, прислала статью. Статья замечательная. Но нет абзацев. Где вы такие видели? Книги без абзацев. Это ведь мысль должна начинаться где-то и где-то заканчиваться. Вы мысли хотите или просто вы хотите сказать, что это какие-то строчки, которые вы откуда-то надергали и поставили. Вот я сидел и ставил абзацы. Потому что статья хорошая. Думаю, я просто отрекомендую, чтобы ее напечатали. Вот так и напечатают наши хорошие люди. Тоже хорошие, которые так же. Или между абзацами строки вот такие. пустые. Зачем? Это тут что, для мыслей или для отсутствия мыслей? Зачем мы эти строки пробелы? А если вот представьте, я лекцию читаю, сейчас у меня будет пробел 10 минут. А он и будет. А он сейчас и будет. Вот сейчас как раз у нас уже пора. Вот я объявляю перерыв на 10 минут, то есть пробел. А после перерыва у нас будут ответы на вопросы. по этому материалу. По этому материалу. По нашему учебному плану, после перерыва, ответы на вопросы. Ну, конечно, прежде всего по тому материалу, который входит в содержание рассматриваемой темы, но и не только, конечно. Пожалуйста, кто хочет, поднимайте руку, выходите, задавайте. Михаил Васильевич, мы понимаем, что есть поверхностное бытие и в глубине находится сущность. А почему оно поверхностное? Есть просто бытие. А можно сказать, что… Оно не поверхностное, оно просто бытие. Можно ли сказать, что сущность определяет бытие? Можно ли? Потому что определение имеет свое. Вы определение знаете, что… Но я имею в виду не стеремиологии и науки логики. Мы так не работаем, не в терминологии, а науки логики. Знаете, определение – определение. Определение – это качество, которое есть в себе, в простом нечестве. И сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто, в нем бытие. Ну, качество, которое есть в себе. Качество. А качество – это категория бытия. Вот и все. Поэтому определение тут не надо приплетать. Но сущность является? Она не только является. Вот я вам три вещи говорил. Что сущность, во-первых, она полагает себя в своем движении в трех следующих определениях. И прямо вот я и зачитывал. И ваше внимание обращал на это. А вы хотите это распотрошить и убрать. Тут написано. Первое. Как простую в себе сущую сущность в ее определениях внутри себя. Раз. Простую сущность без всяких слов явлений. Просто как. Простую в себе сущую сущность. В себе сущую, какая есть она в себе. В себе это равенство с собой. Правильно? Сущая – это что такое? То, что есть. Вот в себе сущая сущность. Вы в себе кто? Человек. Ну, хорошо. А то скажете, кошка, что я буду делать? Второе. Как выступающая на личное бытие или иначе говоря, по ее существованию и явлению. Это несущее. Существование и явление. Тоже. Это относится к сущности. И как сущность, которая едина со своим явлением. Не надо там нигде ее искать. Она вышла на поверхность. Единая. Как называется эта категория? Действительность. Что? Действительность. Ну. Так вы все знаете. А что спрашиваете? Мне просто интересно вот такой момент. То есть, действительность. Надо не так понимать, что это вот действительность – это то, что было. То, что было – это бытие. А это сущность, которая вышла на поверхность и стала действительностью. Вот когда вы пункт второй берете, никуда она не вышла. Вот в душе вы хороший человек, но вы еще бы что-нибудь сделали хорошего, и вообще вам бы цены не было. А вы в душе хороший человек. А вот когда вы еще и делаете хорошее, вот вы действительно хороший человек. Видите разницу? Поэтому это слабый разговор такой, что вот хорошее, положительное. Это положительное и положительное. Сколько вам положить, чтобы вам достаточно было? Вот во процессе ленции вы говорили, что сущность можно изменить. Я такое говорил. А зачем это? Что значит можно? Она сама меняется. Да, меняется. И тогда… То есть, мы сидим и меняем сущность как-то. Ну, она меняется сущность. Она меняется. В том числе на нее можно и воздействовать. Непосредственно нельзя. Непосредственно можно воздействовать на что? Вот тогда, когда она едина со своим явлением, как действительность. Вот столкнетесь с действительностью, неизвестно. Действительность изменится или вас не будет? То есть, под воздействием внешних обстоятельств сущность может меняться? Да. Она все время меняется, не расстраивается. Она не относится к тому, что не меняется. Само понимание сущности – это бесконечное движение. Поэтому доказывать, что сущность может изменяться – это значит даже не выразить то, что она есть. Она и есть именно то, что постоянно изменяется. А посредством чего? А для этого средства не нужно. Это ее природа в этом. Вот вы как? У вас вот душа есть? Не знаю. А что вы не знаете? Бездушный человек, что ли? А таких не бывает? Бездушный? Бездушный. У меня другая информация о вас. Вот даже, так сказать, вот кое-какие позитивные такие вещи делаете, так сказать, вот помогаете людям, больным и прочее. Поэтому и вас бездушным-то никак нельзя назвать. Но душа, разве она… Бывает душа в каком-то покое, замерзшая душа? Это вот у бездушных людей, они как бы вместо души – камень. У вас не такой? Не такой? Ну… Поэтому, когда вы начинаете призывать сущность быть в движении… Ее не надо призывать, она в бесконечном движении. А в чем ее состоит движение? От себя к себе? Я могу так сказать. Ну, если от себя к себе, она где-то вот тут болтается сама внутри себя или… Она все время отрицает бытие. Как она может сохраниться как сущность? Только через отрицание бытия. А когда она его отрицает, она и проявляет себя. А если она этого не делает, не отрицает бытие. А бытие может быть совсем безобразное, например. Отрицать бытие – это не означает отрицать позитивное бытие. Бытие будет… У нас столько всякой грязи и столько недостатков, сколько минусов, так сказать. У нас в основном вся экономика буржуазная, поэтому ее отрицание – это положительное действие. Поэтому как-то… То есть нагружать сущность тем, что ей какие-то поручения давать, так она в этом и состоит, сущность. А если вы это не берете, значит, вы еще до сущности не докопались. Михаил Васильевич, есть такое явление – эволюционный процесс. В ходе которого… Эволюционный процесс. Эволюционный? Да. В ходе которого… А нельзя просто сказать «эволюция»? Можно сказать. Давайте проще будет. Вот есть эволюция. Ну есть. Где? В ходе изменяющихся условий окружающей среды живые организмы адаптируются к этим условиям и появляются новые виды. Смотря какие изменения. Вот если, скажем, у вас есть аквариум, там рыбки, вы рыбки положили в чайник и вскипятили. Он, конечно, адаптируется. Уже теперь это вареная рыба, можете кушать. Поэтому вот таких простых, вот когда вы просто так скажете, изменяется, адаптируется, это как-то там очень все туманно. То есть тут нужна какая-то точность. Генетически. А? Генетически адаптируется? Генетически? Генетически через аносессию изменяется. Генетически. Ну не обязательно, это генетически. Если я в вас палку бросил, это не значит, что мои дети будут ваших детей бросать палку. Нет, не значит. То есть как-то странно. Хорошее слово. То есть как-то тут, понимаете, тут настолько, можно сказать, такие крупные и драгоценные камни, что к ним вот приходить с такими фразами – это не с руки. То есть тут надо адаптировать вам адаптировать свои скверждения или даже вопросы с тем материалом, с которым мы имеем дело. Это же негативный огонь – сущность. Вот вы, сущность у вас. Если вы, по сущности, добрый человек, значит, неизвестно, какие вы добрые дела сделали там, или вам известно, а еще неизвестно, какие вы сделаете. Но если вы добрый человек, то эта доброта будет как высвечиваться, проявляться. А если она никак не проявляется, а если я добрый, то говорю, что я добрый. Если она ни в чем не выражается, так я какой, я не добрый. Я обманщик, жулик. Я, значит, так активно втираюсь в доверие. Люди ко мне, так сказать, думают, что раз он такое говорит, хорошее, а он взял и украл что-нибудь. Собрал, пойдем, пойдете отсюда выходить будете, проверьте кошельки. По видимости он добр. А? По видимости. По видимости, да. В общем, во время эволюции, в ходе эволюции возникают новые виды. А если вы, а почему только революции? А в революции не возникают новые виды государств? В общество. Как-то вы за эволюцию схватились, а революцию не заметили. А мы вообще занимаемся общественно-политическими проблемами. А вы чисто биологическими решили взять. Революция, а революция разве не изменяет вообще коренным образом? Коренным образом жизнь всего общества. Не хотите кроме эволюции взять революцию? А потом, когда будет социализм, он будет эволюционировать. Или в сторону полного коммунизма, или в сторону капитализма. Вот у нас он эволюционировал, революционировал. Потом вообще народное государство в 61 году на 22 съезде записали в программу. И он до эволюционировал до капитализма. Был переходный период. Это эволюция, эволюция. Но вообще эта эволюция и есть контрреволюция. Давайте возьмем тогда в общественной сфере. Был переработный коммунизм. Развитие производительной силы труда до сотового уровня, что человек может обеспечить не только себя своим трудом, но и нескольких человек. Возникает условие для появления рабовладения. То есть, революция в обществе. Возникает рабовладение. Это эволюция или революция? Когда вдруг появляется такой скачок? Ну, это узловая линия отношений и меры. Вот возникает у вас... Это скачок. Новый скачок. Вы должны зафиксировать, что это скачок. Узловая линия отношений и меры. А не просто, что вот эволюция, эволюция, так она и остается эволюцией. Так это же принципиально другое. Одно дело, что он до этого момента мог прокормить только себя. А теперь я могу себя и еще и вас прокормить. И еще после того, как я себя, я могу половину вас прокормить. Две трети. Это надо двигаться, двигаться, двигаться. И так это сразу, и я могу уже и вас прокормить. Это же скачок. А у вас это без скачков. Так у Гегена все скачки отмечаются. А вы хотите так эволюция, эволюция, эволюция. Это разговоры такие вот в литературе. То есть люди, которые почему-то одно берут из арсенала, а эволюции берут, скачки не берут. А если скачки не берут, то и революции вообще не надо брать. То есть революция, конечно, скачок. Колоссальный. А у вас как будто и революции не было у нас. Как будто у нас нет примера с революциями. Была буржуазная революция. Была феодальная революция. Была социалистическая революция. Была контрреволюция. Это тоже скачок. Это же скачок? Да. Взяли и скатнули куда. Спрыгнули с шестого этажа. И почти все ноги переломали. Революция случилась, произошла. И можно сказать, что изменилась сущность общественных отношений или общества. Она все время меняется. Сущность все время меняется. Можно зафиксировать факт, что она... Это очень слабое утверждение, что она изменилась, потому что вы все время меняетесь. Не бывает. Если вы не меняетесь, даже если про вас не буду говорить, я труп, то он все равно меняется все время. Поэтому быстрее хоронитесь. Будет разлагаться. Поэтому заботиться о том, чтобы оно изменялось, нечего. Это пустые слова. А вот скачки, вот если есть скачок, это да. Скачкообразные изменения. Вот это серьезно. Она просто говорит об изменении. Еще бы не хватало, чтобы не менялось. Все меняется. Все. И дом этот меняется, и свет меняется. Все. И цвет, и мебель вся меняется. И вы меняете, и я меняюсь. Ничего этим не сказано. Все течет, все изменяется. Это древние диалектики сказали. Давно-давно-давно. Вы понимаете, камень вчера, по сути, такой же камень, что и завтра. Нет, по сути, он не такой. Не такой же он. Вы берете в изменении два момента. Сохранение и изменение. И неравенство с собой. Равенство с собой и неравенство с собой. А вы один берете, а второй выкидываете. Что это за такое обращение с диалектикой? Не знаю такого обращения. Это антидиалектическое такое. Вот вы сейчас умираете или не умираете? Ладно, про вас не буду. Я умираю или не умираю? Про вас не будем. Ну, а кого бы нам тут выбрать? Я умираю. Умираю, к сожалению. И я умираю. Поэтому опять меня тут вы не перегнали. Почему? Потому что жизнь состоит в чем? В преодолении умирания. Но умирание в чем выражается? Вот вы сейчас... Ну, сегодня вы, допустим, не поели. Завтра не поели. Вы месяц можете прожить без еды? Нет. Поэтому вопрос умирания очень быстро решается. Как только не будет еды, вас не будет. И меня точно не будет точно. И не так, что мы будем с вами рассуждать, что с нами будет. Да, точно мы будем. Так сказать, умрем и вы, и я. Почему? Потому что, так сказать, жизнь как способ существования белковых тел предполагает постоянный обмен веществ. Постоянный. Поэтому изменения идут все время. Поэтому в таких условиях, кстати, вопрос, оно изменяется? Ну, даже странно. А как вообще? Труп-то и тот изменяется. Труп обязательно изменяется. А потом придут туда, раскопают, а там кости есть, а мяса нет. Изменилось. Все изменилось. Поэтому вопросы, вот, вы видите, чтобы задавать вопросы, нужно, так сказать, над ними вот так, хорошо подумать с пониманием того, о чем идет речь. А иначе они получаются такими упустыми, бессодержательными. Я сразу вам, на вас спрос, изменяется ли? Изменяется. Все изменяется. Потому что, неужели я вам дам другой ответ и скажу, что не изменяется? Если все изменяется. Все течет, все изменяется. Кто это сказал? Гераклит. А вы спрашиваете меня, изменяется ли не изменяется? А такой вопрос, Михаил Васильевич. Что, зачем идет? Сначала меняется сущность и затем уже меняется внешнее проявление, проявление действительности и так далее. Либо же наоборот. Сначала внешнее, а потом уже через сущность появляется что-то новое. А у вас только вот других вариантов нету, да? Ну, пока только два. Только два. А такого не может быть, что все меняется. Но все меняется. И все одновременно. И все одновременно меняется. А вот так может быть, что все меняется одновременно. Только, так сказать, хороших поступков у вас все меньше, плохих все больше. И потом происходит скачок. И человек был добросовестный и порядочный, а стал негодяй. Бывает такое, подлец. Скачком. А вы эти скачки забываете. Опять просто об изменениях говорите. У вас же узловая линия отношений и меры. Мы это все изучали. Вы это все должны знать. Поэтому просто говорить об изменениях – это пустота. Ничему не хватало, чтобы что-то не менялось. Все меняется. Ваши вопросы и то меняются. Вот один мне задавал вопрос, и другой потом перейти. И мои ответы меняются. Получается, бытие меняется и вместе за ним отрицается. Почему за ним? Ну, как бы одновременно с ним меняется. Так оно не за ним, а и бытие меняется, и сущность меняется. Потому что они неразделимы. Вы что, разделяете у вас они? Или они их на храбровиках? Нет. А как они у вас связаны с бытие и сущностью? Через бытие сущность просвечивает или нет? Да. Ну, раз просвечивает, значит, все меняется. И сущность, и бытие. Если человек все время, так сказать, вот бытие его становится другим, он раньше совершал положительные поступки, а потом стал совершать отрицательные. Может наступить такой момент, когда он станет, уже вы не можете его назвать позитивным человеком. Был человек порядочный, а стал подлецом. Бывает такое? Вот изменники Родины. Что они прямо родились, что ли? Вот когда он был такой маленький. Вот изменник Родины родился, да? Нет? Вот его мама кормила молочком, то-се, папа, вокруг него ходили. Ну и никто не рождается изменником Родины. Поэтому это вот такой вопрос. Это с изменением общества. Вот сколько у нас сейчас негодяев, которые себя проявляют как негодяев? Одни миллионы тут сейчас себе собирают, в то время как другим не на что поесть. Другие вот нападают на участников спецоперации, которые в отпуск приехали, а их избивают. Хотя вот эти самые, думают, приехали в тыл. А как отсюда надо ехать тоже с вооружением тогда и защищаться? Поэтому надо убрать эти вот стенки, переходники, которые изменения отличают вообще от скачка. Вы не можете сказать, где будет скачок и когда. Особенно в общественных делах. Сколько людей перевёртышей, которые вроде вот до такого времени, а вот как Ленин писал про Жулия Геда, который возглавлял левое крыло французской коммунистической партии, социалистической партии. Товарищи рабочие, учитесь на примере всей жизни Жулия Геда, за исключение его измены в четырнадцатом году. Ну вот, учитесь. Вот всё, что он делал до этого, образец. Или Плеханов. Вот кто? Была дискуссия между Ленином и Плехановым при составлении программы партии. Плеханов представил проект, в нём стояла диктатура пролетариата. Ленин говорит, а зачем это нам диктатура пролетариата? Хватит нам руководящей роли. Плеханов, большой учёный, взял и выбросил из программы. Приходит на следующее заседание комиссии. А комиссия кто? Плеханов и Ленин. Мартов ничем не отметился вообще. Он ни плохой, ни хороший. Никакой. За это время Ленин, почитав Маркса, критику Готской программы, так, Энгельса, критику Эрфордской программы. И вот он приходит, а Плеханов, так сказать, как согласился с Ленином. Ну, хочет Ленина это выбросить. Человек молодой, горячий. Ну, выбросим эту диктатуру. Тем более, у него у кого больше нет. Ленин говорит, а тут же была диктатура. Это и Маркс в критике Готской программы, и Энгельс в критике Эрфордской программы. Сугубо на это указывали. Он взял Плеханов и вставил туда. То есть, с одной стороны, можно сказать, это по предложению Ленина. Но, вообще, первое было предложение Плеханова. Потом по предложению Ленина Плеханова убрал. Потом по предложению Ленина – обратно вставил. По двум предложениям Ленина он вставил. А потом этот Плеханов, который, как говорится, здесь себя показал как знатоку марксизма и первый включил в проект программы диктатуру Плета, сам от этого отошел и пошел к меньшевикам. Не было такого? Так что, вы скажете, что этот самый Плеханов был таким-сяким контрреволюционером, так сказать, антипартийным и прочее, скажете со мной. Так он же участвовал в создании РСДРП. У него момент был такой. Да, момент был. А когда этот момент наступил? Он легко убрал. Да. Если у вас будет что-нибудь отнимать важное, не отдавайте. Спасибо. Так. Еще. А душа у вас есть, как бы у каждого? А где после занятий есть интересные? Я вам скажу, где у вас душа находится. Спасибо. А я тоже скажу. Кто боится, у него в пятках. Тут сразу ясно. Так, еще вопросы. Берите пример с товарища. Товарищ задал вопросы такие. Вопросы могут быть какими? Любыми. Резкие могут быть. На любую тему. Ну, это, так сказать, и меня спасает от обвинений. Потому что какой вопрос, такой ответ. Скажут, мы вам по-доброму, а вы на нас нападаете. Михаил Васильевич, можно ли использовать категории из науки и логики Гегеля в обыденной жизни? Категории науки, логики Гегеля. Это всеобщие категории. Всеобщие. Их можно использовать где? Везде. Везде их можно и нужно использовать. Человек, который будет использовать в обыденной жизни, изменит свою жизнь. А я не в обыденной. Вот у меня обыденная жизнь. Я читаю лекцию. А почему я читаю лекцию? А потому что мы взяли и в обыденной жизни создали Красный университет. И в обыденной жизни, вот товарищи у нас записывают, они не были, так сказать, такими людьми, которые записывали на Красный университет. А Ленру раньше и было. Не было никакого Красного университета, а Ленру уже было. Правильно? То есть вот, то есть тут меняется жизнь. И в этой жизни все меняются. И Ленру, так сказать, записывает заседание семинара по рабочему движению. Федерации процедур России и Фонда рабочей академии, Российского комитета рабочих регулярно, постоянно. И другой канал Фонда рабочей академии. Вот здесь товарищ Степан Степанович, который сильно изменился. Мы с ним вместе учились на математико-механическом факультете. И были в одной группе. И он математик, и я математик. Потом он закончил свою математическую работу, и теперь занялся сугубо общественной работой. А я, так сказать, из математики превратился в экономиста, кандидата экономических наук. Потом превратился в философ, доктор философских наук, профессор по кафедре экономики и права. А теперь я уже в университете в этом не работаю, работаю в другом. И все меняется. Но это меняется, это меняется, а что-то ведь сохраняется в этом. Развитие при переменах должно быть, или это развитие, если вы не будете работать над своим развитием, то никакие перемены ничему хорошему не переведут. Потому что вышел, споткнулся, упал, разбился. Это тоже перемена. Мы хотим перемен. Помните, песня пели? Вам перемены надо? Прыгайте с пятого этажа, с десятого. И прыгали. В Москве разве не прыгали с высотных зданий молодые ребята? Знаете такое? И сколько их погибло? А у нас, я не знаю, как у вас в Москве, у нас вот между вагонами в метро мальчишки залезали и проезжали так. И что, как вы-то решили проблему? А стали туда вот такие железные специальные коробки ставить, чтобы туда не залезть было и никак нельзя было зацепиться. А иначе, ну, просто один за другим травмы были и опасно было очень. Причем, ребята молодые совсем. Вопрос от Нины Андреевны. Зиновьев Александр Александрович называл себя настоящим коммунистом. Что это означает, настоящий коммунист? Настоящий коммунист не написал бы гибель коммунизма, под таким названием книгу. Он написал свою последнюю книгу «Гибель коммунизма». Поражение коммунизма – да. А вот гибель коммунизма – это значит, что он похоронил коммунизм. Даже если у него он был, он в себе его похоронил. Хотя он такой интересный философ, такой острый. И он в итоге сам себе подвел итог. Вопрос от Сергея Кожухова. Как соотносится экстенсивная или интенсивная величина между собой и количеством? Как соотносится? Да. Я думаю, это вы должны просто читать про интенсивную и экстенсивную величину. Экстенсивное – это расширение вширь, а интенсивное – это вглубь. Вопрос от Карла. Непонятно, как согласовывать работу Энгельса с историей русской цивилизации? Ведь у нас не было ровноводения, если я не ошибаюсь. У нас, как сказать, если у нас было крепостничество, то перед ним, возможно, было ровноводение. Мы не знаем. А возможно и не было. Потому что, когда вы говорите, у нас не было. У нас не было, когда нас не было. Не по нашей причине, а по причине отсутствия нас, а не рабовладения. Что мы были в период рабовладения, что вот Россия была в период рабовладения, да? Я знаю, что Рим был, Греция была. А насчет того, что Россия была в период рабовладения, первый раз слышу. Товарищи, ты имеешь в виду? У нас не было. Нас не было. Мы появились тогда, когда рабовладение уже свою миссию заканчивало. Тогда появились государства такие феодальные. Вот феодальным и Россия изначально была феодальным государством. А если были отдельные князья, которые еще не образовывали государство, значит государства не было российского. Это были на территории, вот нынешней территории, самые разные князья, которые с одной стороны между собой воевали, а с другой стороны вместе защищались. Пришли татары-монголы и, так сказать, заставили этих князей думать, как соединиться воедино. Потому что они поняли, что если вы будете враждовать между собой, придут другие. Придут еще вот оттуда. Поляки пришли. Поляки были в Москве? Были. Командовали парадом. Француз пришел в Москву. Поэтому в России надо было думать, как представлять собой единое государство. Но оно и было не с самого начала такое. Такая ордынская еда там. А? Ордынская еда. Лешковиков в рабство загоняли. Ну, эти элементы рабовладения при крепостничестве были. Это понятно. Ну что, убили бы какого-нибудь крепостного, как убивали раба. И что было бы? Да ничего не было бы этому самому феодалу. Правильно? Нет, угоняли там, угоняли вплоть до Китая. Ну, угоняли, в рабство убрали. В рабство, да. Да. Так и потом при оккупации фашистской Европы, части нашей территории, тоже в рабство угоняли практически. Продавали на рынках в Польше, Германии, наши граждане. Это не, это не, это в этих, в этом государстве рабовладения не было как такового. А то, что... Оно было как в отношении... Ну, в отношении пленных, по-моему, было. Да, в отношении тех, кого они выгоняли. Не только... Но вы же не можете сказать, что там это, что фашистская Германия, рабовладельческое государство. Вы его, думаете, вы его, так сказать, более очернили? Нет. Вы его сделали, так сказать, менее злым. Фашизм гораздо страшнее, чем рабовладение. Рабовладение-то было, но в печах не сжигали людей. И не вытаскивали у них зубы, и, так сказать, и всякое золото, выдергивали. И не кидали их просто так вот, и засыпали землей. Поэтому, я думаю, что этот фашизм гораздо страшнее рабовладения. И, по-моему, не стоит ставить на этом какую-то точку и говорить, что вот, дескать, у нас было период, это было в рабовладении. Да было в рабовладении было светлое пикно по сравнению с фашизмом. Ну и что? Я вот на вас работаю, я ваш раб. Ну и что? А вот если вы фашист, то вы меня завтра, так сказать, в любой момент меня убьёте. Хотя право у рабовладельца убить раба, конечно, было. Но это не значит, что всё время пользовались этим правом. Поэтому рабовладение, конечно, гораздо, так сказать, более благородное, чем фашизм. Вот Николай услышал товарища Гавшина и спрашивает, что такое душа с материалистической точки зрения? Материалистическая точка зрения – это ваша сущность. Сущность – материалистическое понятие. Материалистическое. То есть, если вы что-то там, так сказать, из себя изображаете, это не душа. А если это у вас не только внешнее, а и внутреннее, вот это уже душа. Вы на самом деле так думаете, или на самом деле вы такой? Вот это душа. То есть, душа – это то, что является внутренним в человеке. Ну, понятно, что это внутреннее. Вы не со скальпелем будете это искать, а будете искать где? В голове – раз, и в поступках – два. Если у вас есть только в голове, а в поступках нет, это не душа. Это вы просто говорите, что у вас душа добрая. А на самом деле она, может быть, злая. Поэтому тут надо, чтобы что было, мы сейчас имеем дело с явлением. Вот если есть явление, тогда это душа. А если нет явления, то это не душа. А вот ребенок выступает плохо, да? Он еще не исполнялся, так у него душа такая, да, получается? А если он не сформировался, значит, формируется душа. Ну, так и что, вы сами живете, как сказали, так и формулируете. Ну, да, да. Если у вас не сформировался вопрос, так формулируйте свой вопрос. Ну, не совсем вопрос, но так-то так. Выслушать вслух. То есть я хочу сказать, что мы имеем дело с очень точными понятиями и очень ценными. И вот эти оттенки можно ими выразить. Потому что есть у вас вот явление, есть сущность, светится внутри себя. Ну, добротой. Вот не бывает так, что какая-нибудь добрая старушка, видно в ней прямо по глазам, что она добрая. И это и в поступках проявляется, она и в разговоре проявляется, что она такая, что просто с ней нельзя как-то говорить по-другому. А есть наоборот, просто видно, что он изо всех сил сдерживает, как сказать, за свою злость, и сейчас какой-нибудь гадость сделает. Но сдерживается, потому что мы за эту гадость можем ему шею намылить. Это на уровне внутреннего проявляется в глазах. Вы уже смотрят на него глазами, не знают, как сделать. Сейчас вот интересная картина в России. Много врагов в России, которые вообще ненавидят свою страну. Они, которые доили ее как корову, получали миллионы за какие-то там свои концерты вшивые. Почему именно за вшивые? Потому что люди у нас, которые принадлежат великому искусству, посмотрите какие-нибудь оперные певцы или актеры театров наших. Они что, такие деньги получают? Нет. А эти, значит, которые орут, кричат, собирают толпы народу. И эти толпы дают много денег, поэтому дают этим певцам тоже много денег. И артистам. Те, кто держит вот эти самые заведения, которые становятся на этом миллионерами. У нас вот, например, есть спортивный комплекс. Сколько там? 300 тысяч мест? 300 тысяч, да? Нет. А? Какой? Самый большой. Самый большой – это вот арена. Да, зенит-арена. А тут 80 тысяч. Сколько? 80 тысяч. 60. 60 тысяч. Вот я хозяин этой зенит-арены. Представьте себе. Про вас не буду говорить, чтобы не обвинять. Значит, за вечер сколько мы получим? Билеты, если по 5 тысяч, умножаем. 5 на 60, сколько? 300. 300 тысяч. Ну, вы же понимаете, там есть близко, есть дальше. Так, еще там по 5 тысяч. А? Миллионов. Почему тысяч? А, 5 миллионов, да. 300 миллионов. Да, почему? 300 миллионов. Ну, 300 миллионов. Значит так, тем, кто убирает, там, билеты раздает, охраняет, та-та-та, сколько там? Ну, 10 миллионов. Отнимаем, 990. Вот этим, который сгоняет этих людей, вот этим артистам, им почему и дают миллионы? Ну, им тоже дать по паре миллионов. Сколько их там будет? 10 человек? Ну, 20 миллионов. 20 до 15, 35. От 300 отнять 35, а остается 265. 265 нам, вот мы с товарищем Лазаревым, вот, хозяева этой зенитариной, 265 получат. А в Москве, а в других местах такие вот все эти переприятия, это так, забирает толпы, сгоняет их и говорят, что так много платят футболистам. Да им платят по сравнению с тем, сколько получают те, кто организовывает эти самые футбольные состязания, гроши. Так что им платят не по принципу, не по труду, а платят, потому что они актеры, они должны привлечь этих самых людей. И они привлекают их, поэтому богатей. Поэтому это самые крупные предприятия, это больше, чем какие-то другие экономические предприятия, потому что они за один вечер получают сотни миллион. За один вечер. Вопрос от Руслана. Хотел бы найти в печатном виде науку логики под вашей редакцией. Можно ли, пожалуйста, подсказать, где ее можно найти? Весь Питера бегал и нашел. Найти ее нигде, потому что она не продается. Но те люди, которые успешно занимаются в Красном университете и сдают экзамены положительно, они получают вот этот дверь. Это очень просто. Летом идет запись на следующий поток. Вот на этот поток уже никакой записи нет. Летом начинается она в июле и августе идет. Вот в июле и августе вы записались, потом в следующий год вы учитесь. Осенний семестр, весенний семестр. Вот там кто закончился, кто успешно сдал экзамены, успешно занимался, он приходит и получает от меня. Или от проректоров по учебной работе. Или еще от товарищей, которые занимаются Красным университетом. Вот он стоит здесь. Вопрос от Карла. Какова позиция Рабочей партии России по выборам президента? Позиция у нас такая, что идут выборы своим чередом. Мы им не мешаем, особенно не помогаем. Поскольку партия наша не является политической партией в формальном смысле. Поэтому мы не обязаны участвовать в политических мероприятиях. И как товарищи хотят голосовать, так они и будут голосовать члены партии. Или не голосовать вообще. А? Или не игнорировать. Или не. Так это общий закон. Закон никого не заставляет голосовать. Никого не обязывает голосовать. Хочешь голосуй, хочешь не голосуй. Ну и, наверное, все понимают, что в буржуазном обществе от голосования мало что зависит. Не только у нас в стране, но и в других странах. Поэтому тут как-то, так сказать, какой имеется, в данном случае сложился класс правящий. Вот этот правящий класс и осуществляет свою власть. Он ставит такого кандидата, который точно пройдет. Какие-то сомнения есть? Нет сомнений. Михаил Васильевич, от вышла газета 57 тысяч экземпляров «Народная правда», где предлагается Ленинград и Сталинград опять назвать. Ленинградом и Сталинградом. А сколько в Сталинград из 57 тысяч поедет туда газета в Сталинград? Ориентировочно? Не знаю. Это зависит от сталинградцев. Хотят они эту газету распространять в Сталинграде. Сколько им надо, сколько мы ей дадим. Вот это можно смотреть то, что мы говорим и то, что вы спросили. Вот товарищи из Сталинграда, если вы хотите, чтобы... Мы-то из Ленинграда уже получили здесь. Ленинградцы во все распространяют. И мы хотим, чтобы у нас был Ленинград. У нас город-герой Ленинград. Тем более. Сталинград, наверное, тоже город-герой? Да кто мешает? Если город-герой, кто вам запрещает его считать Ленинградом? Вот, например, товарищ Бушин, известный наш публицист, никогда не говорил про Ленинград в Санкт-Петербурге. Никогда. И на одном конверте никогда не написал. И все письма доходили. У нас вот стоит Стеллана рядом с Московским вокзалом, написан город-герой Ленинград. В чем проблема? Кто вас заставляет говорить? Теперь вот у нас на Горесе написано, который издается здесь, в Санкт-Петербурге. Я не вижу никакого Санкт-Петербурга. Знаете, написано. Народная правда, пролетаетесь, и странно соединяетесь. Ленинград. В чем проблема? Нам кто-нибудь запрещает писать Ленинград? Ну, если вы не хотите называть Ленинград, мы вас тоже не будем заставлять. Называйте Санкт-Петербург. Салинградцы. Если вы хотите называть Сталинград Салинградом, да называйте. Ну, и потом, если вы немножко понимаете устройство экономики и политики, политические изменения, если уже принято решение выпустить два ледокола, на президентском уровне принято решение. Ледокол один будет называться Ленинград, и уже начинается строительство у нас на Балтийском заводе. Ленинград. А второй ледокол, который следом пойдет на этом же стапеле в Сталинград, я думаю, вас даже привычают, привыкали правильно называть города. А если вы не будете называть, ну, не будет у вас. Если ленинградцы не будут называть Ленинград, то не будет Ленинграда. Кто это насильно будет заставлять вас считать Ленинградом? Я, например, не говорю Санкт-Петербург и ничего. Мне как-то нет желания, говорит, какой Бург, почему он Бург? Бург – это немецкий город, тем более сейчас. Это Штольц бы нам посоветовал говорить Санкт-Петербург. У нас Петроград был. Петроград еще был революционный. Град по-русски. Опять, понимаешь, притащили немецчину сюда. А теперь удивляемся, что там так плохо относятся к России. Так потому что не надо с ними заигрывать. У сильных уважают, слабых душат, давят. на немецкий манер, чтобы мы сделали это при Собчаке. Это Собчак все организовал с обманом своим референдумом. Люди не могли разобраться, что там написано. За, за, против, не против. Проголосовали и объявили, что я сказал, вот ленинградцы проголосовали. Не ленинградцы проголосовали, а Собчак и протянул это все. И оформил, как якобы референдум. Точно так же обманывали людей в масштабах Советского Союза. В 1991 году, когда был референдум о Советском Союзе, что было там в вопросе? Вы заобновленный Союз Советских Социалистических Республик как Союз Суверенных Государств. Что такое Союз Суверенных Государств? Собостоятельность. Самостоятельность. Изолированных. Самостоятельность. У нас и всех государствах, все самостоятельные в Советском Союзе тоже были самостоятельны. Или уже были не самостоятельны. Самостоятельные были и Белоруссия была самостоятельна, и Казахстан, и Киргизстан, и так далее. Все это самостоятельные. Но это больше, чем самостоятельные. Это изолированные. Потому что независимое государство, вы же извините, я вот от вашего государства независимого отношу. У нас есть ассамблея страны, СМД, в Таврическом дворце, там сидят люди, не знаю, чего они делают, потому что там нечего делать, не может быть ни одного решения, если это союз независимого государства СНГ. Ну-ка я пришел со своим решением, вы пришли со своим, вы со своим. И каждый кому подчиняется? Ну кому? Ну своему государству. А есть такое государство СНГ? Нету такого государства СНГ. В то же время в Москве, например, вы можете на станции Курская прийти и посмотреть, там написано очень хорошо. «Сквозь годы сияло нам солнце свободы, и Ленин великий нам путь озарил, нас вырастил Сталин, на труд и на подвиги нас-то сдадил». Вот я наблюдал такую сцену, там стоят здоровые мужики такие, шапки, с моря девятся. Вот написано. И тут одна из буржуазных партий выступила, как это там такая надпись. А тогда главный аркитектор Москвы сказал, а там еще памятник Сталин должен стоять. Это историческая правда. А его не надо восстановить, еще и Сталина поставить. Вот так. И все замолчал. Так что кто-то хочет называть, то так и называет. А если люди, так сказать, свою волю не выражают, значит, они неволевые люди. Детство говорит, нам не дают, а вы не берете. Кто вам не дает? Ну кто вам мешает? Вот мы печатаем Ленинград, написано 57 тысяч. 57. Это мало, что ли? И раздается у заводов. Нам кто-нибудь мешает раздавать этот завод? Не мешает. Иногда охранники, частные охранники там выходят, полемизируют с нашими товарищами. Товарищи объясняют, вот границы вашего, на карте нанесены ваши границы, вашего земельного участка. А вообще, у вас вообще завод тоже на территории, наверное, Совета России. А на территории России российский закон. Например, закон о журналистах. О профессиональных деятельностях действует? Закон о печати действует? Действует. Ну почему? А что касается Росгвардии, там грамотные люди ни разу не было, чтобы у нас какие-то стычки с Росгвардой не были. Однажды на хранение у нас брали на пару дней. Ну, когда мы их спросили, это на ответственное хранение? Говорят, да. Потом забрали. У них мы. Все в порядке. Не надо драматизировать. То есть так вот рассказывать, что тут нас гнетут, буржуазные силы. Да вы все перед буржуазными силами, как слабый человек, то его дунет, и он прям падает уже. Почему вы такие силачи, что у вас кто-то дунет политическим ветром и сразу же попадает? Так не надо падать. Для этого нужна твердость какая? Идейная. Для этого мы изучаем вот такие вещи, как науку логики. Потому что что такое закон, согласно Георгии? Спокойное явление. Вот, спокойное явление. Явление так и так, и так, и так. А закон? Спокойное. Спокойное. На чем стояли, на том и будем стоять. Да? Это закономерно. Ну, так вы стойте на какой-то позицию. Выберите себе и стойте на ней. Я не знаю. Меня, например, никто не преследовал никогда. Я всегда вот говорил то, что вам говорят. Я работал в университете в Санкт-Петербургском государстве, лекции читал. Вот Степан Степанович также записывал их в университете. Они вывешены, все мои лекции, которые я читал. Вот я читал много. В том числе и вывешены, потому что никто не сказал, вот вы там такое сказали. Не надо. У меня все записано, что я сказал. То, что я сказал, то и записано. Поэтому ничего мне приписать нельзя. Ну, то есть, надо понятно, не надо глупостей говорить. Если у вас есть позиция, так... Я не вижу, чтобы кого-то преследовали за позицию. А вот всякие дураки есть, которые не знают, как у него чушь наговорят, и туда их сгребают и начинают с ними разбираться. Чудаки могут быть и такие, которые употребляют слова революция, там, коммунизм, что хочешь. А вот в Москве Семеновская станция, имя Ленина же Сталина носила. Сталинская была. Называют сейчас Сталинская? Или Семеновскую называют? Ну, некоторые называют. Ну, вот, видите? А у нас, например, на площадь Восстания зайдите, и там, если вы внимательно, там есть круглые такие бронзовые, так сказать, картинки бронзовые. И там, видно, вот стоит Ленин с группой товарищей, сзади Сталин. Никто ничего не трогает. Все хорошо. А почему? А у нас город трех революций. Как еще? Какие вопросы? Вопрос от Петра. Почему монополии повышают цены? А? Почему монополии повышают... Монополии же, они... Это же буржуазные монополии. Смысл деятельности буржуазии. Вот если бы я был буржуаз, что я должен был? О чем заботиться? Чтобы я получил как можно больше прибыли. Правильно? А как получить как можно больше прибыли? Повысить цены. А эти все, так сказать, никто не выступает против повышения цен. И только пановят, пановят, и перестанут. А прибыль у меня вырастет. Вот и все. Красота. Вы бы сказали, а вот при Сталине цены снижались. Так вы тогда решите, вы кого зовут? Вы за буржуазное руководство или за ленинско-сталинское? У нас сейчас не ленинско-сталинское руководство, никто не собирается вам понижать цены. А вообще, с точки зрения научной, экономической, цены являются выражением стоимости товара. Стоимость товара с ростом производительности труда растет или падает? Падает. Падает. Значит, цены куда должны идти? К низу. Вот они и шли вниз при капитализме, свободной конкуренции. А вот вы задаете мне вопрос, почему монополия? Потому что монополия знает, что у нее конкурентов она придушила. И никто не будет мешать им повышать. Потому что когда было два корабля, и они перевозили, так сказать, через Енисей, то один, чтобы забрать людей больше, он дешевле сделал, а второй еще дешевле. Первый стал с булочкой еще возить. А потом второй прогорел. Второй прогорел, тогда первый взял, а раз теперь уже никто с ним не соревнуется, он повысил. Монополии повышают цены, потому что от капитализма, свободной конкуренции, где был инструмент, собственный буржуальный инструмент, понижение цены. Мы перешли к другому. Когда собственного инструмента понижения цены нет, только деятельность рабочих, которые будут требовать этого. может к этому привести. А, так сказать, сами это не будут ни за что. Сергей Кожухов, рабочая партия России, какова по составу? И нужны ли еще там интеллигенты? Что-что? Рабочая партия России, нужны ли еще интеллигенты? Конечно, интеллигенты, нам нужны интеллигенты, которые готовы по рабочему классу помогать, организовываться и, так сказать, образовываться. Потому что любой партии, партия это что такое? Это соединение научного социализма с рабочим движением. Рабочее движение, кто отвечает прежде всего? Рабочие. А кто за научный социализм? Интеллигенты. Если вы придете в партию не как научного социализма, а какой-нибудь голематьей, то мы вас исключим. Вот и все. Поэтому вопросы не о партии здесь, а вопросы о том, вы с чем сюда идете. Или человек запишется в партию, я обязуюсь это делать, это делать, а потом ему жалко деньги, взносы заплатить. А вот мы на эти взносы газету издаем. Газету в буржуазном обществе бесплатно нельзя издать. Этот выпуск стоит больше сотни тысяч. Но любой человек имеет право сдать на газету. И нам все время люди помогают. А члены партии, они не все время помогают, они вообще платят членские взносы, которые мы можем, как всякая организация, использовать на нужды этой организации общественного объединения. Все. Нет больше вопросов? Тогда хочу поблагодарить вас, во-первых, за хорошие вопросы и за внимание. И еще раз подчеркнуть, что сегодня мы с вами рассматривали, можно сказать, одну из самых сложных категорий, какие есть. и поэтому я вам очень советую, ну, время от времени перечитывать этот вот весь раздел, который связан с сущностью, потому что он ни с первого, ни с второго, ни с третьего раза не кажется вполне понятным. но, как бывает и с проявлением, так сказать, когда вы печатаете фотографии, как только вы со временем вы привыкнете и к языку, и к обращению, вы видите, что более точного языка, более точного выражения мыслей, вот даже есть в ответах на вопросы, мы это обнаружили, вы нигде не найдете, потому что если это является, так оно и является, а если оно не только является, оно едино со своим явлением, оно и только есть вместе с явлением, вот это да. Так что вот если душа, если душевный человек, так это проявляется, а если он недушевный, так это тоже проявляется. Зло. И злой проявляется в злых поступках. Если человек любознательный, вопросы задает, а не любознательный, он не задает вопросов. А почему он не задает, потому что ему как бы стыдно показать, что он еще этого не понял. А я, например, мне, например, не стыдно сказать, что мне очень трудно было вот к этому готовиться, и это понять трудно, потому что это для нас непривычно. Потому что нет таких других книжек больше, другой книжки в мире нету. По математике есть гораздо тоже более сложные, там какие угодно уровни сложности есть, это неудивительно. Там все это уже знают, все к этому привыкли, и поэтому, если ты просидел и ничего не понял в течение семестра, ну ничего, будет экзамен, к экзамену уже подготовишься и поймешь. А поскольку здесь никто и не требует, никто не требует, и никто не заставляет изучать науку логики Гигеля. Все, так сказать, таскают всякую чепуху и называют это философией. И с этой философией выходят. Ну мне сейчас хорошо об этом говорить, я доктор философских наук, я знаю, что такое философия. И защищался я докторскую по философии не где-нибудь, а в Санкт-Петербургском государственном университете, а перезащищался в Институте философии Академии наук. Поэтому я тут длинную дорожку прошел, и поэтому я хочу сказать, что люди, которые уважают философию, уважают диалектику, они меня поддерживают не за то, что это я, а за то, что речь идет о продвижении диалектики. И вас будут поддерживать, если вы будете продвигать диалектику. А может быть, вас и поддерживать не надо будет, потому что вы не падаете. Меня спрашивают, а вас поддерживают? Да я говорю, пока я не падаю. И вы не будете падать. И вы поймете, что чем больше знаний, тем крепче человек стоит на ногах в нашей жизни. А в нашей жизни надо стоять крепко на ногах, потому что у нас вся жизнь борьба. В том числе борьба в буржуазном обществе. Где прямо у нас тут же забирают. Вот сейчас, пока мы тут сидели, уже повысили цены. Ежевечером повышают, а утром вы приходите. Уже цены другие. Все время об этом думают товарищи. Они о своих прибылях думают все время. Ну и мы тут систематически занимаемся. У нас какой год? Девятый Красный университет? Или десятый? Десятый. Десятый, наверное, уже год. Так что мы тоже думаем. У нас уже очень много слушателей, которые прошли Красный университет, которых просто так не отманешь. И намекения не проведешь. Никаких стычек в этом смысле не бывает. Просто с нашими товарищами образованными в Красном университете никто особенно и не спорит. Лучше увернуться и не спорить. У нас мы же стоим на почве истины, а люди даже не знают, что такое истина. Кто-нибудь сказали, что такое истина под занавесом? В соответствии понятия объекту. Вот хорошо. Видите, у нас есть люди, которые спокойно выходят из любого положения. Так, спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо.